Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Виктория Брелла. Я представляю компанию CS Global Partners. И сегодня я расскажу вам более подробно про различные программы получения гражданства через инвестиции на Карибских островах. Я возглавляю отдел по работе с клиентами из России и СНГ. Наш головной офис находится в Лондоне. Там мы базируемся. И оттуда проводим всю основную работу. Немного расскажу вам про CS Global Partners, если вы еще с нами не знакомы. Мы являемся международной консалтингной компанией. И наша основная специализация это как раз таки программы гражданства и вида на жительство через инвестиции в различных уголках мира. Наша основная специализация это как раз таки карибские программы. Мы очень плотно работаем с правительствами нескольких стран на Карибских островах, включая Сен-Китсеневис, Добинику, Гренаду, Сен-Люсио. Мы являемся, по-второму, что полномочными представителями программы, мы также являемся официальными юридическими консультантами и маркетинговыми промоутерами по всему миру. Мы представляем помимо таких услуг, как оформление гражданства в кратчайшие сроки с наилучшим для вас успехом, мы представляем также сопутствующие условия. То есть помимо оформления самого гражданства периодически возникают вопросы сопутствующие, такие как покупка недвижимости, обучение детей в школах, университетах, также регистрация компании, открытие банковских счетов и так далее и тому подобное. Со всеми вот этими услугами мы также можем помочь. То есть наша работа, как мы работаем, это если клиент приходит к нам, то мы стараемся помочь ему по различным абсолютно вопросам, которые у него возникают. То есть здесь на нас может действительно положиться, у нас расширенная сеть контактов, у нас головной офис в Лондоне и, соответственно, в Великобритании у нас очень много контактов и ответов практически на все вопросы, которые ваших клиентов могут сделать. у вас могут возникать, соответственно, пожалуйста, обращайтесь. Наша команда, которая работает непосредственно с файлами клиентов, это квалифицированные юристы и, соответственно, у нас есть определенная этика, которую мы соблюдаем при работе с компетенциальной информацией наших клиентов. Ну, это что касается наших офисов, сейчас их 10, как я уже говорила, головной офис в Лондоне. Основная работа проводится там, все файлы хранятся именно там. Здесь мы бываем достаточно часто. У нас достаточно много клиентов из России и стран СНГ, которые интересуются программой получения гражданства, вида на жительство. И далее, в зависимости от их основных целей, в зависимости от их бюджета, мы подбираем наилучшую программу. Иногда бывает, что это может быть и пакет из нескольких программ вместе. Вот, ну, то есть здесь, конечно, все зависит от того, где вы находитесь. Мы можем с вами встретиться и в Цюрихе, и в Дубае, и в Намибии, если понадобится, и в Деле. Но практически вся работа, которую мы выполняем, может проходить дистанционно. То есть, скайп, ватсап, телефон, интернет, дечел. Так что это очень все удобно. Ну, так как сегодняшний вопрос, сегодняшнее мероприятие посвящено иммиграции, иммиграция неразрывно связана с получением второго гражданства, или хотя бы постоянного бездарк на жительство. Есть смысл немного заострить внимание на этом вопросе для России. Насколько в России разрешено наличие нескольких гражданств у граждан в России. Этот вопрос достаточно часто мне задают мои клиенты. И в данной связи есть смысл обратить внимание на позицию России, которая обозначена в статье 62 Конституции Российской Федерации, где написано следующее. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства, двойное гражданство, в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Наличие у гражданина России гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, утекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Помимо этого, позиция России в отношении ко второму гражданству также регулируется в статье 6 Федерального закона о гражданстве, в которой непосредственно написано, что гражданин России, который имеет также иное гражданство, рассматривается Россией только как гражданин России, за исключением случаев, предусмотренных международным договором России или федеральным законом. Приобретение гражданином России иного гражданства не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. На основании этих двух документов можно сделать вывод, что двойное гражданство в России не запрещено. То есть это, в общем-то, важная информация. Достаточно часто меня клиенты спрашивают насчет недавнего закона о втором гражданстве. Данный закон вступил в силу с 4 октября 2014 года. То есть, по сути, он действует уже более двух лет. И, по сути, если вы приобретаете второе гражданство, либо постоянное местожительство в какой-либо стране, но, тем не менее, являетесь гражданином России, постоянно здесь проживаете, то вы обязаны уведомлять о наличии второго гражданства, либо ПМЖ. Ну, я считаю своим долгом всех своих клиентов об этом предупредить. Дальше, в дальнейшем, каждый для себя решает сам. Но, естественно, мы советуем действовать в рамках закона. А что подразумевается под постоянным проживанием? Подразумевается, что если вы имеете регистрацию в России, даже если вы здесь не проживаете, но у вас имеется регистрация в России, то, в общем-то, вам нужно уведомить ФМС по месту жительства о наличии постоянного местожительства, либо гражданства у вас. Предусмотрено административное, вплоть до уголовной ответственности. Ну, это что касается закона относительно второго гражданства. Теперь к более приятным вещам. Возвратимся к странам Карибского бассейна. На данный момент существует пять основных программ по учению гражданства через инвестиции на Карибских островах. Вот эти прекрасные картинки, которые вы видите, по сути, это такие страны, как Сан-Киценевис, Доминика, Гренада, Сен-Люсия и Антигуа и Барбула. Это единственные программы на Карибах, которые предлагают гражданство через инвестиции. На самом деле вся индустрия гражданства через инвестиции зародилась именно из Карибских островов. В 1984 году маленькая страна под названием Сан-Киценевис открыла свою программу по учению гражданства через инвестиции. И, по сути, так вот медленными темпами программы начали появляться и в других странах. Второй такой страной стала Доминика. В 1993 году у них появилась программа гражданства через инвестиции. После этого Гренада, Антигуа. Последняя программа стала в Сан-Люсию буквально в январе 2016 года. Появилась данная программа, и вот теперь их уже пять. Уже выбор действительно достаточно обширный. Я не буду фокусироваться на программах других стран в мире сегодня, потому что у меня ограничено время. Но если у вас будут какие-то вопросы относительно других программ получения гражданства, либо вид на жительство через инвестиции по всему миру, то я с удовольствием, конечно же, на них отвечу. В Европе такие программы основные, это сейчас Мальта и Кипр, которые приводят вас к получению гражданства на законных основаниях очень быстро, и достаточно просто. Но сейчас возвратимся к главным преимуществам программ гражданства через инвестиции именно на Каипских островах. Ну, какие же самые главные преимущества? Очень быстрые сроки оформления гражданства. То есть, по сути, буквально через три месяца в среднем вы можете получить абсолютно законный паспорт, который вам даст возможность путешествовать без лиц по всему миру в более чем 130 стран мира, включая Великобританию, включая все страны Шенгена, включая Сингапур, Гонконг, Южная Корея и так далее и тому подобное. Целый большой список стран, которые перед вами открываются. Это самые экономичные программы в мире. То есть, ну, если сравнивать с программами, которые сейчас предлагает Мальта, либо Кипр, это действительно цены несоизмеримы. Помимо этого, это геополитически очень в хорошем месте находятся данные страны. Они находятся вдали от всех беспорядков и, в общем-то, всех волнений, которые сейчас происходят в Евразии, в том числе и в Европе. Ситуация действительно нестабильная. Данные страны находятся вдали от этого всего. Помимо этого, какие еще плюсы, которые, какие основные преимущества? Вы можете включить членов семьи в данное заявление. То есть, из всех этих пяти карибских стран вы можете включить, естественно, супругу, либо супруга. Обязательно нужно, чтобы вы были официально женаты, не признаете гражданский брак. Детей на иждивение можно включить, и также родителей на иждивение финансово зависимых. То есть, если ваши дети до 25 лет, они находятся на очном образовании, и они, значит, не работают, нигде не трудоустроены, их можно включить в заявление. Что касается родителей, с 65 лет, то есть, они должны быть старше 65 лет, и также быть финансово от вас зависимы, точно так же можно включить заявление. Минимальное налогообложение. По сути, отсутствует как таковой налог на зарубежный доход, на прирост капитала, на наследство и так далее, и тому подобное. На самом деле, практически никакие налоги не платятся, особенно если вы не переезжаете туда жить. Отсутствие собеседования и отсутствие необходимости переезжать или вообще в какой-то момент путешествовать в эти страны. Я вам действительно советую туда съездить и посмотреть своими глазами на эти страны. Там действительно прекрасно просто приехать, отдохнуть. Осталось таких стран очень мало в мире, где вы действительно можете приехать. Будут безграничные песочные пляжи, практически нет при этом людей, и не тронутая практически природа. То есть, если у вас есть желание съездить в такой райский уголок на Карибах, я вам действительно советую это сделать. Авиасообщение, в общем-то, не очень сложное. Через Лондон можно летать. То есть, вы можете с пересадкой в Лондоне дальше лететь в Антиго, либо в Санкитс, в общем-то, во все эти страны. Что еще? Знания иностранного языка не требуются. Вам не обязательно знать английский язык, чтобы получить паспорт данной страны. Теста на знания иностранного языка не будет. При этом данные страны являются высшими колониями Великобритании. И, естественно, за счет этого у них такая расширенная, в общем-то, получается, база стран, которые являются безвизовыми с этими экспортами. А плюс ко всему, значит, помимо того, что вы получаете данный паспорт, вы получаете его пожизненно. То есть, это паспорт, который, да, действительно, в нем будет написано, что он действительно 10 лет. А, к примеру, паспорт Доминики, в нем будет написано, он выдался на 10 лет. Достаточно часто возникает сразу вопрос, а что делать через 10 лет? Абсолютно ничего сложного нет. Мы, находясь в Лондоне, достаточно часто ходим в посольства Доминики, Гренады и других стран Аккорийского Содружества и обновляем нашим клиентам экспорта. То есть, периодически они могут быть потеряны. Обновление происходит очень просто. Буквально за две недели, там, максимум за месяц, можно получить абсолютно новый паспорт. Так что, если срок годности у вас выше, вы точно так же можете обновить. Это паспорт, который вы получаете на всю жизнь и, плюс ко всему, на несколько поколений вперед. Если в дальнейшем вы получили, скажем, паспорт сейчас на себя, но в дальнейшем вы решили, вы женились, вышли замуж и хотите включить супруга, либо супругу в заявление, это можно сделать. То же самое с детьми, которые родились у вас позже. В дальнейшем можете также для них оформить паспорт этой страны. То есть, это, на самом деле, не все преимущества, но такие, одни из самых основных. Войной гражданство в этих странах не запрещено. То есть, вы можете продолжать оставаться гражданином России, получить при этом дополнительное гражданство одной из карибских стран и дальше по своему усмотрению решать, будете ли вы получать еще какие-то гражданства или нет. То есть, данные страны разрешают наличие множественных гражданств. Ну, что касается основных требований к заявителям на получение второго гражданства, что же потребуется от самих заявителей? Очень важно, это отсутствие судимости. Все-таки проверка на благонадежность в этих странах проводится очень серьезная. Дело в том, что только заявители с хорошей репутацией, с отсутствием какого-то криминального прошлого могут получить данный паспорт. Поэтому важно с самого начала, во-первых, нам видеть всю картину. То есть, если к нам обращается клиент, мы начинаем нашу работу с клиентом, с проверки его на благонадежность. То есть, мы проводим свою проверку, она очень быстро осуществляется, и в дальнейшем мы возвращаемся с ответом и сообщаем о том, насколько у вас высокие шансы. Потому что у нас 100% позитивные решения по заявлениям на данный момент, и наша репутация тоже очень важна. Наша проверка достаточно быстрая, и нам становится сразу понятно, что в дальнейшем, насколько у вас высокие шансы. А если мы видим, что шансы есть, но нужны какие-то дополнительные документы, мы об этом, соответственно, сообщаем и готовим какие-то дополнительные разъяснительные документы и совместные с остальными подоемами на рассмотрение. Очень важно это отсутствие запретов на въезд в те страны, которые являются безвизовыми с данным паспортом. Незакрытые запреты. То есть, скажем, если в 2010 году у вас был отказ на получение визы в Великобританию, но в 2015 году вы получили данную визу, то подойдет. То есть, вы можете подавать на гражданство. Но если вы получили отказ на въезд в Шенген, и после этого у вас не было каких-то виз, которые вы получили в Шенген, то может возникнуть проблема. То есть, об этом лучше заранее сразу ввести диалог. Ну, естественно, стандартное предоставление правдивой, только правдивой информации на всех этапах получения гражданства, потому что, как я уже говорила, проверка на благонадежность проводится достаточно серьезно. Если что-то будет укрываться, то, скорее всего, в какой-то момент данную информацию они узнают, зададут вопрос, но и будет не очень приятная ситуация, что как-то что-то не совпадает. Поэтому лучше с самого начала, по максимуму, открыто давать заявление. Естественно, стандартные моменты, что документальное подтверждение наличия необходимой суммы инвестиции и также легального источника дохода. Вопрос об источнике дохода сейчас очень актуальный. Поэтому есть смысл заранее подготовить соответствующую документацию. Так как у меня времени не очень много, я сфокусируюсь более подробно на трех странах Карибского бассейна. Это, на самом деле, самые сейчас популярные программы гражданства через инвестиции. Во-первых, Доминика, Гренада и Санкидс и Нейвис. Начну с Содружества Доминики. Гражданство через инвестиции Доминики. Как я уже говорила, данная программа существует с 1993 года. То есть это, в общем-то, вторая по старшей дне программа в мире, получается, после Санкидс и Нейвис. Чем примечательна данная программа? Тем, что она является наиболее экономичной программой в мире. То есть, по сути, дешевле программы на данный момент нет. Без визы и поездки более чем 120 стран мира, включая Великобританию, стран Ширгена, Сингапур, Гонконг и так далее и тому подобное. Процесс от подачи заявления на рассмотрение в департамент по гражданству до получения одобрения в принципе составляет сейчас в среднем 2-3 месяца. По некоторым из наших клиентов решение принимается еще быстрее. То есть у нас были случаи, когда решение принималось буквально чуть более чем через месяц после подачи заявления на рассмотрение. То есть даже такие случаи сейчас есть. Это очень быстро. Существуют две основные опции инвестиций. Со всеми этими программами на Карибах существуют две основные опции. Первая – это невозвратный взнос в экономику страны. По сути, вы делаете дотацию в экономику страны и в виде «Спасибо» вы получаете гражданство. Вторая опция – это покупка недвижимости. Что касается опции дотации, в инвестициях в государственный фонд, минимальная сумма инвестиций составляет 100 тысяч долларов США. Подробные расценки. Там, естественно, сумма повышается в зависимости от того, сколько человек будет включено в заявление. Если вы подаете один, то это 100 тысяч. Если вы подаете вместе с супругой, то это 175. И там дальше по возрастающим. Я могу вам более подробно показать и рассказать все эти расценки. У нас как раз вот здесь стенд на выходе. Подходите, пожалуйста, я и моя коллега Наталья вот здесь рядом. Мы с удовольствием вам все расскажем более подробно под запрос. Вторая опция – это инвестиции в недвижимость. Что касается инвестиций в недвижимость, в Домнике сейчас существует три основных проекта, которые предлагают такого рода инвестиции. Но это покупка дальнейших проектов, которые на стадии строительства сейчас находятся. В некоторых случаях это гарантированная прибыль, которую вы будете получать от данной суммы, которую вы инвестировали, она где-то составляет 2%. В других случаях там нет прибыли. Вы просто ждете, пока проект достроится. Дальше вы можете его продать через 5 лет следующему заявителю на получение гражданства. То есть очень важно в рамках этих программ, то, что если выбираете опцию недвижимости, то это проект, который был авторизован правительством. То есть правительство данному проекту недвижимости разрешило продавать недвижимость либо долю в проекте в рамках программы гражданства. Нельзя просто приехать на остров или выбрать в интернете какую-то недвижимость, купить ее и получить паспорт. То есть это должен быть авторизованный проект. Ну, это вот что касается Доминики. Так, в общем, я перемещусь сейчас к Санкис и Невис. Прекрасные картинки. Это старейшая программа гражданства через инвестиции. Существует с 1984 года. Она себя зарекомендовала. Она является наиболее узнаваемой, наиболее популярной программой. Достаточно много человек уже получило этих паспорта в разные года. За это время пользуются ими. У них не возникает проблем по передвижению, по использованию данного паспорта. И, естественно, соответственно, у них есть друзья, родственники, которые видят, что это все работает, работает давно, без каких-либо проблем. И тоже, соответственно, хотят оформить себе данный паспорт. Безвизовые поездки в более чем 130 стран мира. Но, по сути, примерно тот же самый список, примерно одинаковый список у всех этих стран по безвизовым поездкам. Обработка заявления 3-4 месяца. Ну, из новинок, которые вот сейчас появились, это то, что 21 октября этого года теперь, возможно, ускорено рассмотрение заявления на получение паспорта в Санкт-Петербурге, там дополнительная оплата производится. Но, тем не менее, буквально за 45 дней ваши заявления могут рассмотреть и принять позитивное решение. То есть, такая возможность так быстро оформить себе паспорт теперь с паспортом в Санкт-Петербурге тоже существует. Две основные опции инвестиций. Первая, это точно так же, как из Доминика, это дотация. Государственный фонд, который там называется САВЕ, фонд диверсикации загородной промышленности, 250 тысяч невозвратная дотация на одного человека. Если это семья, то, в общем-то, там тоже сумма возрастает. В зависимости от того, сколько человек будет включено в заявление. А вторая опция, это покупка недвижимости. Минимальная сумма инвестиций 400 тысяч долларов США. Проектов недвижимости в Санкт-Петербурге достаточно много. Сейчас около 60 уполномоченных вот таких вот есть проектов. То есть, выбирать, конечно, можно многое из чего. Масса различных проектов, которые есть. Мы работаем, наверное, максимум 10 основных, которые мы готовы предлагать. Все остальные мы чаще всего не предлагаем, потому что мы не совсем согласны с тем, какого плана юридические документы, которые они предоставляют. Но около 10 проектов есть тех, которые действительно, ну, они стоящие. Ну и Гренада. Программа относительно новая. То есть, 2013 года существует. Быстрое рассмотрение заявления буквально за 60 рабочих дней сейчас происходит. Безвездные поездки в более чем 120 стран мира. Все те же самые, в общем-то, страны, плюс там еще Бразилия. Чем интересна Гренада? Тем, что Гренада является пятой страной в мире, с паспортом которой вы можете путешествовать без визы в Китай. То есть, если есть интересы, ведете бизнес, часто путешествуете в Китай, паспорт Гренада действительно вам предоставляет возможность туда путешествовать без проблем. Еще одна особенность Гренады заключается в том, что для больших семей это становится наиболее экономичной программой. Поэтому, если у вас, скажем, вы подаете заявление вместе с членами семьи, их там двое, или более, более детей, то это получается наиболее экономичная программа. Также еще одна особенность, это виза Е2 в США, инвесторская виза. Если у вас есть интерес в том, чтобы в какой-то момент приехать в США, открыть там бизнес, перевести семью, дети могут там отдельно учиться, супруга, если захочет, или супруг могут устраиваться на работу отдельно, а вы ведете бизнес, пока вы его ведете, вы всей семьей там можете находиться. При этом отличие от визы, к примеру, EB-5 в США заключается в том, что данный тип визы не ведет вас к получению гринт-карты, что является плюсом на сегодняшний момент, принимая во внимание налог на всемирный доход, который существует в США. Две опции инвестиций, то есть антарльный дотация в Национальный фонд трансформации и минимальная сумма 200 тысяч долларов, или покупка недвижимости с минимальной суммой 350 тысяч долларов. Ну, здесь, в данном слайде я рассматриваю, в общем-то, в общем, все данные программы, которые существуют на Карибах. Ну, как вы видите, Санкиц старейшая. По времени рассмотрения документов сейчас примерно одинаково, наверное, быстрее всех сейчас рассматривает Доминика и Гренада, но Санкиц и Невис в ближайшее время тоже станут рассматривать еще быстрее за дополнительную плату. Количество безвизовых стран примерно одинаковое. Необходимость посещения до и после выдачи паспорта существует только в Антигуо на 5 дней в течение первых 5 лет. С остальными паспортами посещать необязательно. И сравнение программ по ценовой политике. Если клиент выбирает функцию дотации, как вы видите, на одного заявителя Доминика является самой экономичной программой. По сути, Доминика является самой экономичной программой вплоть до 4 заявителей. Как вы видите, если включить все суммы. Но когда речь уже заходит о том, что у нас, скажем, 4 заявителя, двое из которых дети старше 18 лет, то тогда, как вы видите, Гренада получается вдруг сразу намного существенно дешевле. Чуть ли не на 100 тысяч долларов. Поэтому тут нужно смотреть уже в зависимости от того, какая ситуация. У меня есть также буквально 3 кей-стадии. Я не знаю, насколько у меня есть время сейчас или... Уже ограничено, все закончилось. Тогда, значит, по поводу кей-стадии и уже более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь ко мне на стенд. Ходите, я буду с удовольствием рада. В течение всего дня по стендам Виктория будет, поэтому вы можете лично подойти. Да. Так, в заключение просто скажу. Значит, если мы рассматриваем все эти три программы, то основные преимущества Никитс и Невис это все-таки репутация, это надежность, проверенная временем, и возможность самого ускоренного рассмотрения заявления. Доминика остается до сих пор самой экономичной программой. Скорость оформления очень хорошая. Гренада, основные особенности, это безвиза в Китае. Это виза для 2 США инвесторская. Ну и, в общем-то, также остается очень быстрая программой по оформлению. В заключение еще также скажу, что, конечно же, все эти программы являются очень хорошими, и они действительно будут большим преимуществом для всей семьи и будущих поколений. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.